Итак, я в клинике своего врача. Везде маленькие такие кабинетики. Их тут много, чтобы сразу принимать людей. Вот там можно ручки помыть. Тут же полотенца бумажные, которые при соприкосновении с рукой помашешь рукой, и появится компьютер, понятное дело. Мой Орландо. Сюда выбрасывают иглы всякое разное. И сюда выбрасывают вот эти вот простынки такие одноразовые. Сейчас мне посмотрят мою коленку. Смерили давление 110 на 71. Пульс 77. И 99 кислород. Короче, я могу быть астронавтом. Вот такая кровать интересная. Вот такая она раздвигается, выдвигается. Вот такой простенький такой кабинетик. Такой уютненький, чистенький. Итак, девочка меня записала на этот... на снимок. Раньше этого делать не надо было. Сейчас обязательно, потому что спрашивают много вопросов. Была ли я в контакте с ковидными, делала ли я прививку и прочее, прочее. И все это прочее. Поэтому сейчас сразу так... Обычные слова в имидж-центр, и там все это делается, и все. Но сейчас вот через... Так сказать, передо мной женщина стояла. Хотела посетить свою маму. У меня мама здесь лежит в госпитале. И она мне спрашивает, ты была теста? Она говорит, да, у меня был ковид. И она говорит, ой, мы тебя не можем пустить. А та говорит, ну как же, мне надо. Говорит, мы тебя пустить не можем. Вот тебе телефон, свяжись там, и все это прочее. И она принесла какую-то ей передачку. Говорит, а передачку можно оставить? Девочка говорит, можно. Эта передачка где-то у нее сейчас под столом стоит. Она кому-то передаст, не знаю. Может быть, я буду как-то обрабатывать эту передачу. Чем-то воздухом, либо чем-то, не знаю. Короче, спросили, не путешествовала ли я куда-то в течение 14 дней и прочее-прочее. Много вопросов задают по поводу этого ковида. Как я уже сказала, у нас во Флориде наш губернатор отменил ношение масок. Поэтому не к тому, что отменил. Можете носить, кто хочет. Но если люди не хотят носить маски, их никто не может заставить это делать. Нельзя. Взяли мне снова всю информацию. Там расписалась кое-где, на кое. И пошли теперь в имиджинг-центр, чтобы сделать этот x-ray. x-ray – это снимок. На улице дождливая сегодня. Достаточно холодно. Ну, просто, если не сказать, что холодно. Градусов, наверное, 16. Плюс. Реструмс, реструмс, туалет, везде имиджинг-центр. Где он? Вот он. Пошли в эти кино и немцы. Взяли мои документы и сейчас меня вызовут. И дают мне эту бумажку. Я говорю, зачем? Она говорит. Вот ты сейчас сядешь, будешь ждать. И потом, когда встанешь, оставь вот это на стуле, как вот здесь. Я говорю, для чего? Ну, потому что мы потом вот это все обработаем, что тут сидел человек, чтобы другой человек не заразился этим ковидом. Все кино и немцы, честное слово. Вот так вот. Вот так вот детская комнатка здесь. О'кей. Холодно на улице. 64 градуса. Ну, где-то 15 градусов тепла. Дождик идет. Я намокла, пока дошла до машины. Ай, холодно. Все, поехали домой. 12 часов всего лишь навсего. Хочется погреться. Да просто вот это, казалось бы, да? Казалось бы, всего лишь ничего лишь. 15-16 градусов. Может быть, 17 градусов. Ай, я замерзла. Поехали домой. Потом сегодня вечером я заеду на... Сейчас надо позвонить дядю Пойнтмент на... Туда-туда. На сервис, чтобы мою машинку проверили, поменяли масло. Потому что у меня уже горит значок сервис. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Поехали. Ой, горячего чаю. А, нос сейчас что? Горячего чаю, горячего кофе. Что-нибудь сейчас перекушу. Солнце уже светит. Вон оттуда уже горит солнце. Надо же.